Если у тебя нет PS4, то значит у кого-то их две. На самом деле я недавно просто обновил свою старенькую, где она там вот тут, PS4 до PS4 Pro. И цель этого видео рассказать вам, есть ли смысл вообще с такой обновки. И что вообще стоит на 2К18 год себе приобретать. Обычную старенькую фатку или слимку, либо PS4 Pro. Если у вас есть 4К телек, как у нас вот за спиной, либо если у вас Full HD телек, который у нас тоже имеется, на нем мы тоже протестируем. Забегая наперед, сразу хочу сказать, что если ты таки думаешь себе только сейчас покупать PS4 и думаешь максимально сэкономить, то естественно можно либо посмотреть на БУ рынок и купить какую-то поддержанную приставку, либо из новья, но из залежи, как говорится, приставки первых ревизий. И я тебя сразу хочу от этой идеи отговорить. Если уж ты смотришь БУ, то нужно смотреть какую-то конкретную ревизию PS4. Насколько я знаю, у старенькой фатки их как минимум имеется 3. Точно не скажу какие, но сразу хочу тебя предостеречь, что первую и вторую ревизию нужно просто обходить мимо и ни в коем случае не покупать. Почему? Спросишь ты. Во-первых, есть некая разница в геймпадах. Это новенький геймпад от Прошки, это старенький геймпад от моей фатки. И ты видишь, что здесь на нем есть такие накладки синие. Они здесь не просто так, потому что если эти накладки снять и посмотреть поближе, то вот этот стик, он полностью облезший, то есть погрызанный. И случилось это, я тебе хочу сказать, достаточно быстро. Буквально пару месяцев он начал облазить. Выглядит это крайне убого и что очень сильно раздражает. Конечно, эти стики можно поменять на более цивильные. В идеале вообще от Xbox One, потому что именно на Xbox One геймпаде стики максимально качественные и максимально удобные. Даже на новенькой PS4 эти стики, ну, не настолько хороши. Но суть в том, что бляха, они облазят, и это капец. И Sony реально обосрались, когда выпустили свою PS4 с таким просто дичайшим косяком. Потому что все кричали, for the gamers, топ, приставка. А по факту она не только из-за геймпада какашкой была. Я вам еще хочу рассказать, из-за чего она была еще тем дерьмецом. Дело в том, что приставки обычно люди ставят куда-то себе в гостиную и хотят какого-то акустического комфорта. То есть наслаждаться игрой, наслаждаться звуком из игры. Ну, если у вас наушники, то-то такое дело. Но если у вас акустика, как, допустим, у меня, то хочется какой-то тишины. И, к сожалению, вот эта вот старушка не то что тишину не может обеспечить. Она, блин, старается, наверное, оглушить вас. Потому что гудит она приблизительно как мой пылесос. Сейчас мы с вами сравним по уровню шома новенькую PS4 Pro и старенькую PS4 FAT. For the gamers, мать вашу. В общем-то, сами видите, разница просто трындец. Меня дичайше бесила именно FAT. Я ей практически не пользовался, только лишь в целях своего канала. То есть снимал видосики. А так у меня имеется еще Xbox One. Вот он здесь у нас стоит. И, честно говоря, Xbox One для меня все предыдущее время, все предыдущие годы был фаворитом. Просто потому что он тупо бесшумный. То есть вообще его никогда не слышно, что бы вы когда не включали. Все его хейтили, говорили то, что он говно, говорили то, что он большой. Но по факту Xbox One просто вертел на своем PS4, потому что он реально нормально, качественно собран. Плюс он не греется, что тоже очень важно. Теперь, что касается цены вопроса. А в чем разница между PS4 Pro и PS4 обычной, либо Slim? Значит, давайте заценим на Е-каталоге. Итак, пишем PS4. Нам бы для начала просто. Не проб. Цена вопроса 22500 и выше. Нихера себе, даже до 30. Чет как-то овер дофига. Но, блин, нужно искать адекватные какие-то цены. За 22500 вполне себе фаточку можно приобрести. В то время прошка же стоит чуточку подороже. PS4 Pro чуточку на целых 2000. Охренеть, какая разница. Ну, вы знаете, глядя на такое, то очевидно то, что стоит все-таки рассматривать, наверное, PS4 Pro и не заморачиваться с этими фатками. Ну, по крайней мере, фатки первой-второй ревизии просто мимо кассы, как говорится. Третье такое себе. Лучше уж слимку туда, потому что это уже, в принципе, давно забытая консоль. Хотя по дизайну, честно говоря, как по мне, старая, добрая, классическая фатка гораздо красивее, чем та же Прошка. Плюс Прошка чуть побольше. Ну, это, как говорится, субъективно все о дизайне, о Пуссах не спорят. Но, в целом, тут еще есть небольшой бонус в том, что жесткого диска у него на терабайт, в отличие от фатки, в основном, 500 гигов. Вот, как-то так. А 500 гигов-то крайне мало, терабайт. Вот я сам на своем опыте вижу, что это сильно как-то поприятнее будет. Ну, и там 4К, Ultra HD, там все дела. Ну, в общем-то, вот и вся разница, на самом деле. Внешний вид 4К, терабайт. Все, по сути. А, и USB сзади, наконец-то, они доперли и добавили сзади еще один USB порт. Если посмотреть, вот, вот, вот он. Например, мне удобнее руль как-то подключать сзади, а не морду, но хотя бы смотрится как-то культурнее. Потому что висящие провода с морды, плойки, как-то слишком уж эта тема на любителя. Ладно, давайте погнали сейчас будем тестировать консоли и смотреть, какая же в них разница. Посмотрим, как божественно у нас работает фаточка PS4. Просто божественно. Сейчас мы сравним PS4 и PS4 Pro на телевизоре в 4К. Есть ли вообще какая-то в них разница? Потому что вроде бы как PS4 Pro, как говорят, не умеет толком работать в 4К, потому что она слишком слабая. Там 4,2 терфлопса, дескать, очень мало. Сейчас мы видим картинку на обычной фатке PS4 Pro и запустил просто Gran Turismo Sport. А, еще такое дело, ребят. К сожалению, у меня нет платы видеозахвата с поддержкой 4К. Моя плата видеозахвата поддерживает лишь в Full HD при 60 кадрах. Поэтому, блин, на камеру вы вряд ли что-то сильно услышите. Придется вам поверить мне на слово. Но сразу хочу сказать, потому что я не заинтересован что-то рассказывать там про эти приставки. Там что-то прям охренеть какое нахваливать. Там хорошее. Потому что я купил их за свои деньги. Поэтому я не заинтересован. В общем-то, PS4, фатка, Gran Turismo Sport. Запущена обычная гонка на автомобиле Mazda. Как там камеру-то поменять? Вот, Mazda. Мята новая. Так вот, что хочу сказать. Картинка просто безобразная. Жуткие какие-то лесенки. На асфальте какое-то дичайшее просто мыло. Понятное дело, что телевизор сейчас обскелит из Full HD до 4К. Смотрится это, если сидеть прям вот сблизи, очень сомнительно. Прям настолько сомнительно, что, честно говоря, даже слов не подобрать. Квадратные деревья, ужасно мыльный асфальт, ломанные лесенки на автомобиле. Даже лесенки видно на карте элементарно. Короче, смотрится, ну, реально очень плохо. Если, конечно, сидеть не как я в полуметре от 55-дюймовой панели, а где-то подальше чуть-чуть, конечно, смотрится это лучше, скажем так. Ну, как на ПК, на среднеминимальных настройках идет такое. Примерное ощущение. Теперь же мы переключаемся на PS4 Pro. Кстати, плойка это уже удит так, что у меня сейчас уши в трубочку свернутся. Серьезно. PS4 Pro запущено абсолютно все то же самое. Сейчас мы только вид тоже поменяем. И тут хочу вам сказать, разница сразу просто налицо. Сразу говорю, что настройки, пресеты, картинки на телеке взяты одинаковые, что на PS4, что на Pro. И вот сразу же просто переключаюсь. И разница вот на асфальте, как минимум, просто колоссальная. Асфальт смотрится, естественно, четко. Никакого мыла нет ни сблизи, ни на расстоянии. Намного меньше лесенок. На карте лесенок нет. На машине, допустим, есть отчасти, но не какие-то уж слишком незначительные, я бы сказал. И, блин, качество картинки просто, ну, поразительно отличается по детализации. Трава нормально смотрится. Это я сижу вплотную к телевизору. Если сесть подальше, то реально будет совсем другой эффект. Здесь же я бы сказал, что графоний примерно как на ПК на высоких настройках. И, в принципе, какую бы игрушку вы не запускали, эффект всегда один и тот же. На PS4 Pro смотрится все просто отлично. По крайней мере, на тех тайтлах, которые действительно имеют поддержку 4К. И даже учитывая то, что здесь берется шахматный рендеринг этот, так сказать, картинка просто изумительная. Я недавно купил Skyrim Special Edition, или как он там, который ремастер, грубо говоря. Хочу сказать, то, что выглядит он просто охренительный. Если запускать на моем ПК, в котором стоит видеокарта NVIDIA GTX 1080 Ti, я разницы как таковой не вижу. И я, если честно, фигею, потому что консолька за 380 долларов стоит себе такая маленькая у меня в гостиной, полностью бесшумная. И реально выдает просто потрясающую картинку. Говорят, что Xbox One X там тоже помощнее, но прям разницы с PS4 Pro толком нет. И я что-то склонен верить этим словам, потому что, ну, действительно, очень классно все смотрится во всех играх. Теперь же давайте посмотрим, будет ли какая-то разница, если у вас Full HD обычный телевизор. У нас там имеется в студии панель на 70 дюймов. Сейчас подключим туда приставочки и посмотрим, есть ли какая-то там разница по FPS, либо по качеству картинки. Погнали! Теперь мы находимся у меня в студии. Смотрим, есть ли какая-то разница в картинке между PS4 и PS4 Pro на Full HD телевизоре. Сразу хочу сказать, то, что сейчас запущена вот на обычной плойке. Картинка примерно настолько же мыльная, как была на 4K телевизоре в моей гостиной. Разницы я, честно говоря, особо не замечаю. Это сразу отсеивается тот миф, то, что игры на 4K телевизоры, которые идут в 1080p, выглядят хуже, чем на телевизоре 1080p. Ни хрена они не хуже выглядят. Примерно все то же самое. Мыльный конкретно асфальт, квадратные деревья, если уж так всматриваться. Лесенки на карте, лесенки на машине. Переключаемся на PS4 Pro и видим тупо ту же самую картину. Вообще никакой разницы нет совершенно. Если говорить об эксклюзивах PlayStation, то разницы в картинке ноль. Просто никакой. В каких-то старых там ремастерах вроде бы как на прошке бывает там больше FPS. На выбор можно это выставлять дело. А в актуальных эксклюзивах разницы нет в принципе как таковой. Если же уже речь идет о каких-то там мультиплатформенных играх, то да, бывает разработчики там накручивают графон, и он выглядит чуть-чуть лучше, чем на обычной PS4. Не радикально, не значительно, немного лучше. Чуть больше детализации, чуть дальше прорисовка. Ну разница как между средне на ПК, обычная PS4, и средне-высокие, может ближе к высоким, на PS4 Pro. Вот и все дела. В общем, для 4К выбор очевиден. Однозначно нужно делать свой выбор в сторону PS4 Pro. Что касается Full HD, то есть 1080p, можно смело покупать обычную PS4, либо слимку, и не париться особо. По поводу шума, у меня это уже вторая PS4, это конкретно модель первой ревизии, была до нее еще второй ревизии. А шумели они одинаково. Третья ревизия, там уже новый техпроцесс идет на памяти, она уже шумит значительно поменьше, но все же шум есть. Говорят, что слимки очень тихие, к сожалению, в руках не держал, точно сказать не могу. Но что я точно могу сказать вам, обходите стороной первую и вторую ревизию PS4 FAT, то есть самые первые консоли. Потому что ужасно шумят, в первой ревизии еще и геймпады облазят, во второй ревизии это уже поправили. Ну и в целом, короче, бессмысленно покупать такую консоль на сегодняшний день. Но вообще, лично я очень доволен PS4 Pro. Раньше я думал PS4 обычную продать, а прошку оставить в студии. В итоге мне прошка так понравилась, потому что она бесшумная и хорошая картинка, действительно классная. Я решил ее все же оставить в гостиной у себя и теперь по вечерам катаю там с Карим и другие игрушки и получаю действительно удовольствие. А старая фатка трудится у меня в студии, потому как в 1080, как я сказал, разницы в картинке нет как такой. Именно поэтому у меня есть теперь две консоли и почему я подшутил в самом начале этого видео. Еще, кстати, немаловажный нюанс, забыл сказать, что новый геймпад немножко отличается от старого тем, что здесь есть подсветка на лицевой панели и в нем, наконец-то, чуть дольше держит аккумулятор. Чисто на глаз примерно в два раза разница. То есть этот может разрядиться за один плотный вечер, этого геймпада хватает мне на полнедели так уж точно, если именно так действительно позадротить вечерами. Поэтому тоже есть несомненный плюс. Короче, ребят, выбор за вами. Я думаю, что, я надеюсь, точнее, то, что я сделал для вас полезное видео для выбора конкретной консоли лично для вас. Если было таки полезно, можете влепить лайчину. На этом у нас все. Огромное спасибо, что посмотрели этот обзор. С вами был Sony. Удачи вам, ребят, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok